Всем добрый вечер. Мы продолжаем читать медленно с разбором книгу Рава Шерки «Хидуш Гадоль». Раздел, который мы разбираем, называется «Смыслы заповедей». Читаем мы на иврите. Читаем, переводим, обсуждаем. Если что-то непонятно, сразу перебивайте, потому что наша задача совместно разобрать и обсудить текст. Итак, отрывок, который мы сейчас… Извините, извините, Андрей. Или есть какие-то замечания, собственное мнение, тоже нам было бы важно. Не всегда, не только непонимание, возражение тоже принимается, правда? Да, да, конечно. Итак, «Мадуа давка хазир гусемель лимахаль асур». Почему именно свинья – это символ запрещенной пищи? «Ешь бэтура рэмез ла яхудзию челя хазир». Есть вскоре намёк на уникальность свиньи. Вэта хазир ки мафрис парсагу, вэшосэ ашэса парса, вэгу эра ло игар. Цитаты из Вайкра. И свинью, то есть там, где перечисляются запрещенные для поедания животные. И свинью, потому что она… у неё раздвоенные копыта. Шусэ ашэса парса. Это тоже что-то связанное с копытами. Но жвачку она не отрыгивает, как это сказать, культурно. Да. Так, продолжаем дальше. Не знаю, как это, культурно сказать, это некоторая особенность жвачных животных определенных, что у них два желудка, у них есть второй цикл переработки съеденного травы или еды. Они попадают в один желудок, а потом, когда он дома сидит, в клеву или где, он снова поднимается, это у него в рот, он её пережевывает, и она приходит в другой желудок. Это называется… Да. Гера называется, да? Олегера, да. То есть у животных должно быть два признака кошерности – раздвоенные копыта, и вот это поднятие жвачки. И свинья, у неё копыт раздвоенный, а жвачку она не поднимает. Это выражение, это особенное выражение, хочет сказать, что есть ожидание, что наступит день, и свинья отрыгнет жвачку. Как будто мы до сих пор ждали, что она поднимет жвачку. И она разочаровала нас, и не сделала так. И действительно сказали наши мудрецы, что свинья на иврите «хазир» называется так, потому что в будущем она вернётся и очистится. Здесь один корень слова «хазир» – «свинья» и «хазар» – возвращаться. Также «хазар» – «батшува» – возвращаться к вере. Значит, в будущем свинья вернётся и станет чистой, так сказали мудрецы. Насколько я понимаю, это шульхан арух, да, «орахаим»? Да. Соси мае писатель «хазир» – «хазир» – «литая». Да, если вы не говорите, пожалуйста, отключайте звук. А если говорите, то включайте. Мы продолжаем. Напрашивается вопрос, от чего именно свинья должна очиститься. Ешба хазира цвеут мувенет бэках шеву мавлит В свинье есть определённая лицемерия в том, что она выставляет свои вперёд тела, как бы говоря, ячиста. Не там ломарше, а хазирме самэльё термиках Эт хэбрэк ахицуни, а зеут ха эношит. Рома вэ анацрут шэйакса мимэна. Можно сказать, что свинья более всех символизирует «хэбрэк ахицуни» – «внешний отблеск человеческой идентичности». Рома ва анацрут шэйакса мимэна. Рим и христианство вышли из неё. По-моему, какое-то неполиткорректное выражение, но так здесь написано. Рим, он символизирует Рим, а также христианство, которое вышло из него, из Рима. Рома ва анацрут шэйакса мимэна. Рим и христианство, которые вышли из него, а при чём здесь Рим? Ну, Рим как бы такой блистательный, такой как бы моральный, судебная система у него, все дела. Много чего из Рима такого цивилизации всякой вышло, и вслед за этим как бы и христианство. Так я понимаю то, что говорит здесь раб. То есть как бы внешне всё там очень красиво. И в Риме, и в христианстве. Вроде как эти самые копыта, которые свинья выставляют и говорят, посмотрите, они раздвоенные, я кошельный. Если там внешне пресных. А внутри не всё в порядке, потому что то, что пережевывание в жвачке, это внутреннее действие, оно не очень заметно. Теперь понятно. Ну да, то есть Рим, вот эта римская и произошедшая от него христианская культура, выставляет как бы свою человеческую идентичность наружу, и говорит чистая. Ну да, это когда внутреннее содержание находится в варварстве и в скотстве, а наружу выставляется клопы хуцмар и ацмотагор, а внешне выставляет себя чистым. И поэтому более всей другой нечистой пищи у нас считается свинья самой такой муцхар, как сказать, самой известной некошерной пищей. Камуван, гам, мишум, ше, савану, миках, ломеат, бредифут, леорах, хадорот. И понятно, что так же потому, что мы немало терпели, преследований на протяжении поколений. Однако, с точки зрения Аллахи, нет разницы между поеданием кролика и поеданием свиньи. Ахмед, хинат, шель, ашхитут, а навшит, шеме сабеля хазир, ешмашу, амок ютер, бейссур, ахилато. Но с точки зрения ашхитут, с точки зрения душевной испорченности, которую символизирует свинья, есть что-то более глубокое, в запрете есть ее. Потому что действительно предпочтительнее, чтобы внутреннее было чистым, и только внешнее поведение нуждалось в исправлении, нежели наоборот. Вот такая статья. Есть какие-то возражения, вопросы? Можно вопрос. Ну вот тут соединяются какие-то две вещи, которые до сих пор не знают, как они соединяются, то есть духовные и материальные. Даже если это символ, то какое-то отношение имеет к материальному миру. То есть мы не можем приписать свинье какие-то духовные качества, что она там лицемерит, или еще что-то такое делает, и поэтому она нечиста. То есть нам дано то, что нам дано. То есть ее какие-то определенные внешние признаки, и по этим признакам определяется запрет, как бы ее есть. Действительно, как бы и от кролика непонятно, в чем она отличается. То есть эти все объяснения, то есть они какой смысл, собственно говоря, имеют. То есть мы что-то все-таки толкуем или пытаемся символически объяснить. Вот есть что-то об этом. То есть как это вплетается, это убеждает кого-то. Это может убедить человека, который не задумается об этих вещах. Она, может быть, его как-то убедит, перескакивая через все эти ступеньки. В принципе, допустим, если я изучал философию, то меня это совершенно не убеждает. То есть это мне кажется странным, что какие-то духовные качества приписываются свинье, и на основании этого говорится о ее нечистоте, тем более моральной какой-то нечистоте, которая имеет какие-то мысли, какое-то имеет испорченное поведение. И поэтому тем более, значит, тем более, почему, собственно говоря, это переходит через еду этого, через материальное потребление этой вещи. То есть все это кажется несколько странным, без какого-то современного какого-то объяснения. Нет ничего там, не говорится. То есть дается только те объяснения, которые давались сотни тысяч лет назад, а вот чего-то современного нет в этом, то есть они не пытаются. Андрей, вы хотите сказать что-то? Я хотел сказать? Да. Спрашивайте меня. Я хочу сказать, что… Нет, я поняла, что. Мне кажется, понятно ваш вопрос. Андрей, вы хотите ответить? Оказывается, что свинью я нельзя есть, только потому что это такое указание, больше не почему-то. То есть все эти объяснения, мне кажется, странными и непонятными. Секундочку. Да. Андрей, вы хотите? Ну, свинью нельзя есть, потому что такова заповедь. Но мы как бы из всех заповедей пытаемся извлечь какой-то урок, что-то из этого понять. И вот эти понимания, они могут быть разные. Так сложилось в истории, что свинья стала символом некошерной пищи, хотя кролик точно такой же некошерный. И Раф задается вопросом, почему именно свинья из этого извлекает такой урок. Вот у нее один признак некошерного животного есть, кошерного животного есть, а другой, а другого нет. Это значит, один признак внешний, другой внутренний. У нее внутреннего нет, а внешний есть. И мы можем себе представить такого человека, у которого такое поведение, что вовне он себя показывает чистым моральным человеком, а внутри он, как здесь написано, варвар. Из этого мы можем выстроить целую какую-то концепцию и как-то понять окружающий нас мир, исходя из вот этой простой Аллахи запрета есть свинью, в ее историческом преломлении. Я вот хотела добавить, что на самом деле тут нет никаких объяснений, почему есть запрет свинью. И вовсе Раф не говорит о том, о духовных качествах каких-то самой свиньи. В этом смысле нет никаких ссылок на это тут. Он просто говорит о символическом ее значении. Какой урок мы можем из этого извлечь? Из толкования Тары именно. Из метража, который приводит Раф, что, как наши мудрецы говорили, она вот такая плохая, потому что она не плохая. Это качество, которое она символитирует, оно плохое. Это толкование. Ну, я понимаю. Но она не философская. Смотрите, в чем разница между Рафом и философом? Смотрите, Кекс вводит заблуждение, вы понимаете? Секундочку, Эмиль. А потом вы скажете, ладно? Разница между Рафом и философом такая. То философ смотрит на жизнь, исходя из своих знаний, исходя из своего опыта жизненного. И он смотрит на человека и говорит, на мой взгляд, все же гораздо хуже тот, кто внутри плохой, а снаружи изображает себя хорошим. Может быть, лучше был даже тот, кто не очень хорошо себя ведет, а все-таки внутри чистый. А Раф, он не просто такое наблюдение жизненное делает, он говорит, мы можем это выучить даже из вторых. Это вот рассуждение Рафина. Ничего больше, ничего найти здесь, как бы можно задаться вопросом, действительно ли это так. так же мы находим в нашей жизни, может быть, иногда бывает наоборот, чтобы человек сделал себя хорошо, а что он там внутри у него, нас не волнует. Но как раз здесь Раф приводит такое мнение, что тот, у кого чистая душа, он предпочтительен того, кто наоборот. У него душа испорчена, а внешне он выглядит хорошо. Ну, я хочу сказать только, что все эти двусмысленности очень просто избежать, добавив буквально двух слов, два-три слова, сказать, что у нас можно использовать свинью, как некая, значит, мнемоническая модель, то есть то, на чем мы можем запомнить то или иное отношение к человеку, поведение. И тогда эта вся двусмысленность исчезнет. А так получается, что мы приписываем свинье всякого, то есть и сам язык запутанный, понимаете, то есть он, может быть, убеждает кого-то больше, но для человека мыслящего он ставит его как бы... Чей язык запутан? Чей язык запутан? Запутанный язык, вот этот сакральный способ как бы объявить это символом и так далее, и так далее, то есть который призван подействовать на чувства, вызвать отврещение к свиньи, к свинье, вот, то есть эмоциональные какие-то отношения. На самом деле, я не думаю, что он должен вызвать отвращение к свинье или свинье. Которого не должно быть, понимаете? Свинья как животное, нормальное животное. Об этом Рам совершенно... Ну, заметьте, простите еще раз, об этом Рам не говорит, ничего он не говорит об отношении лично к свинье, как к животному. Мало лица такие, еще бывают ужасные животные. Не будем здесь сравнивать. Животное – это животное, это вовсе совершенно... Это не животное нечистое, а оно... Именно он нечистое запрещено нам для еды. Все. Это так же, как и кролики, они такие беленькие, пушистые. В этом смысле как раз Рава говорит, что разницы нет. Вы правы, вы совершенно верны, и Рав тоже сам говорит, что это символ. Ну, хорошо. То есть, это, ну, как бы здесь получается, что Всевышний говорит с нами путем книги мира, что вот есть свинья, она так себя ведет. Мы из этого пытаемся извлечь какое-то послание. И есть особые методики извлечения посланий, которыми пользовались раввины все вот эти века. Это особый способ мышления, который вот Рав всегда подчеркивает, что он противоположен способу мышления греческой философии. Да, вот я с греческой философией не знаком, но мне как раз вот, как раз теперь, ну, я убеждаюсь в том, что да, Рав говорит, что это разные способы мышления, и вот это, наверное, как-то и должно вызывать непонимание, да, как минимум человека, который мыслит другими какими-то схемами. Хорошо, стоило бы добавить, допустим, такую вещь, как то, что существует еще такая заповедь, как любить животных, да, или как это называется, там Ахават Бриот, или как это называется, я уже не помню. Вот, то есть и свинья... Цар-Балей-Хаид это называется. А? Цар-Балей-Хаид. Цар-Балей-Хаид, да. То есть если свинья заболела или что-то с ней случилось, ее надо лечить, как любое животное. Конечно. И непонятно, например, почему нельзя держать свиней, допустим, я знаю, что такое есть. Считается, что это нехорошо, чтобы была свинья. Хотя они, в смысле, бегать по двору и есть и размножаться, хотя и так, чтобы они не перепортили, конечно, все там вокруг, это ясно, потому что если их... тоже нет никаких запретов. То есть она может быть вполне каким-то домашним животным, как и кошка, как и собака, в принципе, нет никаких проблем. Вызывать симпатию такую же, понимаете? Да, есть люди, которые держат дома свинью. А вот это считается плохо, понимаете? Считается плохо, но это вообще, мы уже очень далеко, мне кажется, ушли от темы. Держать ли дома свинью, каждый решит сам за себя. Ну да, здесь про это не говорится, и про то, что свинья, не морально здесь не говорится, про то, что она отвратительна, не говорится, просто, что есть Аллаха, она запрещена к еде, да, второе, что в ходе поколений так сложилось, что она стала отличаться, да, от кролика и других, и какой мы хотим из этого извлечь себе урок, да, то есть урока, что нужно как-то там презирать свинью, конечно же, здесь нет. Давайте тогда дальше продолжим, мне кажется, мы договорились. Может быть, еще есть у кого-то возражения или вопросы по поводу Михаила? Вообще говоря, как раз это не совсем очевидный сам вывод, он как бы, как вывод сделан ясен, у меня нет к нему претензий, но вывод, что действительно человек, который внутри плохое, снаружи изображает себя хорошего, что он хуже, чем тот, кто делает плохие дела внутри, то есть наоборот, да, что тот, кто внутри хороший, делает плохие дела, что он лучше. Можно понять логически, почему это так, потому что, в принципе, у него есть потенциал исправиться, просто тут надо исправить дела, и все будет классно, а исправить как бы душу видимо сложнее, хотя в принципе всегда декларироваться у нас, что человек судится по делам, а не по вере или мыслям или так далее. Это остается как бы его внутренним делом. Но это, отцена видно, что это не совсем однозначно такое положение, хотя мы часто с ним встречаемся. Но давайте продолжим. Это то, что я хотела добавить. Следующий парадок называется «Смысл заповедей». «Швета», то есть прекращение работы, и «Швета» это седьмой год, то есть прекращение оставления работы в поле, скажем. про заповедь «Шветы», то есть седьмого года сказано, я перевожу, извините, не буквально, потому что седьмой год это «Ям и Швей», «Шана Швей», а «Швета» это от слова «Ля Шмет», то есть прекратить работы. Но давайте будем для простоты пользоваться этим переводом. про седьмой год сказано, что это суббота Господу в книге «Вейкра». «Ля Шаббат ля Улам» это не суббота мира, «Ля Адам» это не суббота для человека, или «Ля Шем», но суббота для Всевышнего. «Маду Ага Шем Церых» шеага агас тишбот. Почему есть у Всевышнего необходимость в том, чтобы земля отдыхала. для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны напомнить, что вся история это суббота Всевышнего. «Азман шибогу махлит шилол ашенот эт цидрэйгулам». Это время, с которого он решает, что он прекращает изменять устройство мира. «Мацавзе муиль ля Адам шикебэль утономе ливоль влитпатэл». И такое положение мира, оно полезно для человека, который получил автономность, чтобы работать и развиваться. Но одновременно такое положение может привести к тому, что человек забудет того, кто сотворил мир, тому, кто сказал да будет мир. Алькен пан бешэвэшанима, адам беадама. Шуфтим. Поэтому раз в 7 лет человек и земля бездействуют. Где лискон, шиеш мишэ баан. Для того, чтобы вспомнить, напомнить, что есть тот, кто их сотворил. кмахэн, клад кхмахэн, кхаэн, бешээн, м possворил, Rabbit, whom TH. Ацфуяля, отид owebодь. Помимо этого, в этом бездействии есть также частичный оттенок, проба с той истинной, с того истинного отдыха, который ожидает нас в будущем, в грядущем мире, скажем. Идея отдыха каждые семь, неважно, какие семь, семь дней или семь лет или семилетий. Это идея, она противоречит естественному развитию мира. Потому что в естественном мире время не останавливается. Нету никаких естественных прерывов в соответствующей неделе или семилетий годам или пятидесяти годам. Это я от себя говорю. И так же говорит Талмуд в трактате Сен-Хедрин. И это трактуется из стиха в книге Берешит. Там по простому смысле писания сказано, что с этого момента, с конца потопа уже не будет прекращаться ни день, ни ночь. Да, но трактуется это так, что вообще говоря, потомки не должны лишь год, ни днем, ни ночью. То есть не должны прекращать работу, не должны соблюдать субботу. И поэтому смысл этого в том, что человеческое общество должно продолжаться и развиваться. И когда весь мир будет исправлен, это будет время для истинного отдыха. Продолжить? Андрей? Ну, если все понятно, тогда продолжаем, если нет вопросов. Греки и римляне в древние времена предъявляли время претензий в том, что они ленивы. Поскольку целый день в неделю они бездельничают в то время, как можно работать. И эта идея настолько была для них неприемлема, что необходимо было Филону Александрисову объяснить этот вопрос. Поскольку он объяснял это так, что в субботе день человек должен набраться силу. То есть Филон дал практическое объяснение, чтобы избежать обвинений в ленности. И вообще говоря, вот это обвинение в ленности, у него есть основания. И поэтому стоит задуматься, почему на самом деле мы так любим отдых. Ведь в любви к отдыху есть определенное. Можешь помочь привести слово «гнай»? Что-то недостойное, что-то… Недостойное, да. Это проявление лени. Альши лазо ищи рабену Саадиагон. И на этот вопрос ответил Саадиагон в своей книге «Имунотв дэо». То есть вера и знание. Я не знаю точно, как правильно на русский переводится. Вера в ней и мнение обычно переводится. Да, то есть обычного перевода. Он объяснил так, что положительный корень этой ленности Это, видимо, корень, человек ощущает его интуитивно. Некоторый отблеск будущего мира именно в своем отдыхе. Поскольку жизнь в ведущем мире – это жизнь, в которой не будет напряжения, усилий. Это положение, в котором получают удовольствие от плодов этого мира. То есть достигнутого в этом мире. В соответствии с этим объяснением. Они обладают огромной интуицией. Они чувствуют, что есть какое-то место, в котором мы в будущем отдохнем. Мы отдохнем. Мы отдохнем. Мы отдохнем. Мы отдохнем. Бумовен зэ, гам хаадама ўверет беззратену. Это אותו маалав. И в некотором понимании земля с нашей помощью проходит тот же самый процесс. Один раз в семь лет. И вместе с землей мы ведем себя так, как будто бы мир уже дошел до совершенства. У меня вопрос. Кто-то, может быть, знает хорошо историю. Действительно ли не было выходных у древних греков, древних римлян? И когда вообще вот это сложилось? И в каких культурах то, что сейчас во всем мире есть выходной раз в неделю? Это воскресенье или суббота? Насколько я знаю, это действительно наследство еврейства. У них не было. Насколько я знаю. Ничего про это не знаю, чтобы у них был выходной день. А христианство, оно как бы перенесло субботу на воскресенье. И как бы это распространило по всему миру. А уже, так сказать, мусульманы выбрали с этой точки зрения пятницу. То есть идея очень привела. Видимо, она действительно соответствует какой-то интуиции человека, что это должен быть какой-то день. А как в Талмуде, когда описывается взаимодействие с греками, с римлянами, там у них были же какие-то… Праздники языческие, да? Ну, это отдельная совершенно тема в Талмуде. Отдельно не связана с этим. Она поднимается тогда, когда говорится о том, можно ли отдавать долг, например, перед физическими праздниками. А там понятно, насколько они были регулярны? Я не знаю, не могу на этот вопрос ответить. Да, Лен, действительно, сейчас трудно представить, что не было выходных дней. Но они… Это были праздники, так сказать, периодически. Сатурналии там какие-то упоминаются в Талмуде, да? Это зимние какие-то праздники. Но, в принципе, известно, конечно, историкам, какие праздники там были в Греции и время. И мудрецы наши знали только… Я не уверена, что все они в Талмуде упоминаются. А это вот высказывание, оно, по-моему, из мудрецов. Я могу поискать. По-моему, даже из Талмуды, что… А мышцы нет. Что они упрекали нас, что мы… Ну, вот, во всяком случае, из Шфилона как бы это ясно, что так было, да. Можно вопрос более общий. У них календарь вообще был недельный какие-то… Да, конечно, календарь были, конечно. Нет, именно вот семидневные какие-то… Нет, не семидневные. Смотрите, я сейчас уже точно не помню. Я недавно просто… Просто в этом году была на этом… Событие там, связанное с окончанием трактата… Чтение трактата про Росшана. И там разбирается… Астрономическое было собрание такое. Там читались лекции. Смотрели мы в телескоп. И было очень интересно. И вот они рассказывали про разные календарей. Очень интересный этот вопрос. И я сейчас конкретно не помню. Недели там не было. Но там больше внимания выделялось месяцем. И как они… И как год устраивался. Это очень интересная тема сама по себе. И оказывается… Это просто не относится к нашему уроку совсем. Но я просто поделюсь… Для меня это было… Это не откровение. Ты понимаешь, что это так уже потом. Что каждая новая власть или там… Новая религия, она пыталась установить свой календарь. То есть как бы показать, что… Изменить мир в этом… Это очень занятно. И на самом деле это относится не только к древнему миру. Там у Французской революции они устанавливали новый календарь. После революции в Октябрьской тоже были попытки установить новый календарь. То есть какое-то, так сказать… Упорядочить время по-своему. Установить новый порядок. Это не относится к нашей теме. Но это, в самом деле, интересный факт. И как бы он мне прояснил в голове некоторые вещи. Но конкретно… Месяца были, да? Месяца были. Месяца были. По крайней мере, у римлян они получали название. А еще дни… Было как-то странно, сейчас я вам скажу. Там был период какого-то безвременья в середине зимы. Потому что там не было ничего. А потом начинались месяцы. Надо это уточнить. Это у меня очень… Конкретности я не забываю. Когда слушаешь лекции, это не то, что когда сам ее читаешь. Если бы я по этой теме сама прошла лекцию, я бы помнила. Получается, лень в нас – это отголосок вот этого будущего истинного покоя. Ну вот это… Да, мне понравилась идея, что… Я с детства чувствовала, что… Я даже когда-то написала во славу лень еще в молодости какой-то… Еще до всякого иудаизма. Чувствовала, что лень зря порицает. Трудоголики, они как бы что-то не ощущают такого будущего мира в своей жизни. Не хватает у них интуиции. Интересно. Прямо от такого занятого человека, как Равшер. Надо тут наметить, что вот выходные, которые есть, допустим, воскресенье или пятница и все, то, что они… Хоть они как бы и выходные, казалось бы, тоже подражают шабату, вот, но, допустим, это не тот отдых, да, то есть он поедет там за покупками в этот шабат, он поедет развлекаться или на охоту, или там, я не знаю, что, активный отдых свой, все, то есть это на самом деле не решает смысл шабата, в общем-то. Так что это… Конечно. Вы правы, Эмилия. Совершенно верно. Но Равшер говорит о некром принципе. Какой-то отблеск есть. А суббота – это не суббота, конечно, должна… И мы как бы в нашем понимании субботнего отдыха есть очень сильный некоторый, как бы сказать, прогресс или изменение по сравнению с тем, как он написан в тариже, довольно сжато. И то, что сделали, так сказать, мудрецы, когда они добавили очень много ограничений в субботник, сформировали фактически ту субботу, которая есть у нас, и я считаю, что это позитивно. То есть добавили, они понимали важность этого отдыха, как сделать так, чтобы человек, скажем, не нарушает то, что Тарас запретил, тем не менее превратил это в рабочий день. Поэтому они ввели очень много ограничений, и это можно понять. Поскольку вот это действительно именно субботний покой, он очень важен для ощущения этого грядущего мира, по-видимому. Тогда интересный вопрос. Тут сказано, что изначально НОАХу было сказано, что ни днем, ни ночью не будут прекращать деятельность. А в итоге мы видим, что так и было какое-то время, но в итоге, примерно 2000 лет назад, большая часть человечества таки пришла к этому циклу, еврейскому по сути, пусть в другие дни. Но оно, получается, удостоилось или приблизилось как-то почувствовать отблеск этого грядущего мира? Наверное, да. Ну да, только пока они не умеют его правильно использовать, чтобы действительно его почувствовать. Но к самому циклу они, получается, уже все равно все привыкли. Это заимствование. Просто если бы этого не было, то кто-то мог бы сказать, что иудаизм лучше, чем христианство. Что вот в субботу евреи отдыхают, а у нас нет такого дня. Вот вели, так сказать, чтобы не зарились на чужое. Много таких вещей, которые вводились как бы параллельно, да? То есть просто чтобы отбить… И праздники многие похожи там, и все, вот Пасха и так далее, и так далее. Все сделано как бы подогнано к тому, чтобы как-то не было зависти у людей, да? Что вот еврейство лучше, чем… Ну, можно и так сказать, наверное, да? Можно привести пример, как Ирабаам в Танахе. Он сделал праздники и поставил тельцов там в Дании и в Байтеле, чтобы как бы было у них собственное святилище, и они ходили в храмы. Сделал свои праздники. Вопрос… Ну, есть разные комментарии, почему именно сделаются праздники в другое время, чтобы поменять у них тоже парадигму праздничную. То есть на самом деле ведь… В чем-то это похоже, да? Ведь христиане перенесли. И не то, что сказали, оставим субботу, а не изменим ее смысл. Они перенесли в другой день. Вот так же, как те, кто менял календари, да? Время и более позднее время. Да, спасибо. Пойдем дальше? Да, если нет вопросов, еще и возражений. Да. Отдыха очень… Да. Отдых – это очень, очень продуктивно. Недавно появляются какие-то идеи. Я говорю, что отдых – это замечательно. Всегда любила и понимаю, что это как бы внутренняя работа. Не только воздух, но и лень, да? Это духовная интуиция, как здесь сказано. Конечно. Нет, а вот то, что вы говорите, может быть интересным, может быть свидетельством того, что грядущий мир – это не полное бездействие, а переход на некоторый другой уровень, в котором действительно происходит внутренняя работа, а не… Конечно. Прекращается беготня, и ты останавливаешься на минутку и смотришь вокруг. Ну, если это действительно отблеск будущего мира, грядущего, это как бы свидетельствует нам о том, что там мы не будем просто отдыхать по принципу, там, как сказать, живот и спина, да, как на пляже, бессмысленно, а будет какая-то у нас внутри происходить духовная работа. Если сейчас это происходит, скажем, в субботу, то и… Да, да. В общем, наверное, это не будет просто остановка, значимая остановка, остановка со смыслом, то… Конечно. Да, я продолжу. Давай. Следующий параграф называется «Ганазируд магий». Что такое «Назируд»? Ну, «Назируд» я не стал переводить, это был такой человек Назир, который принимал обед не пить вина, не стричься и не иметь отношения с мертвыми. Назир, да, он называется. Назир еврейский – это полная противоположность Назиру христианскому. Тут нужно пояснить, да, что, насколько я понимаю, то, что называется в христианстве «монах», на иврите называется тем же самым словом «назир». То есть еврейский Назир – это полная противоположность монаху христианскому. «Назируд» в Израиле определяется тремя запретами. «Исур» – «атиспорет», «исур штият хаян», «вэйсур гатума» – запрет стрижки, запрет пить вино и запрет нечистоты. Назир продолжает жить семейной жизнью. Он прогуливается среди людей. И зарабатывает, как все. Так что он, по сути, не удаляется от мира, но приобретает себе дополнительную духовную ступень. «И в шар ло марше га Назируд, но в ад митвиа мистит ше ешло ле адам ле гуси в та гара в их душа». Можно сказать, что Назируд, то есть само понятие Назируда, само явление Назируда вытекает из мистического требования, которое есть в человеке, требования добавить чистоты и святости, требования к дополнительной чистоте и святости. «В определенной степени он даже подобен коину, который служит в храме». И действительно, коину также запрещено пить вино в ле коин гадоль, в ле коин гадоль, асур, ле гитаме. И коин гадоль, первому священнику запрещено ле гитаме ле мэт, то есть прикасаться к мертвому, участвовать в похоронах. Афилу ле мишпахто, в хэн гаддин га Назира, то есть даже запрещено хоронить членов своей семьи, и также это относится к Назиру. В кэн бе от ше бедатот ахирот ханазир га комер о коген гадат никраим ле гагия эль га гусес ве эт хамет. Итак, в других религиях Назир священник или какой-то религиозный священник, опять же, никраим ле гиа эль гусес ве эль хамет. То есть в других религиях священников их призовут для того, чтобы они поучаствовали к тому, кто умирает, или к тому, кто умер. Ну да, то есть в других религиях, когда кто-то умер, нужно позвать священника. Или когда кто-то умирает, да, как в христианстве, например, зовут священника, чтобы он исповедовался перед смертью. И это не обходится без священника. А Назир ва коэн, а в Израиле, как Назир, так и коэн, им препятствуют, то есть им запрещена любая близость к смерти. Поскольку они символизируют с нашей точки зрения охрану рамок жизни. Ну да, ну, скажем, священника зовут на отпевание, всегда как без этого, просто так не хоронят. А у нас наоборот, хуэны не могут присутствовать на похороне. Хуэны – это как раз те, кто не присутствует на похоронах. То есть в иудаизме все наоборот получается. Да, а это максимально символизируется жизненность и жизнь коэны. И то же самое, Назир, хотя это добровольное взятие на себя этих обязательств, но те же самые обязанности. Похожие обязанности на коэн, не сто процентов. Ну да, да. На самом деле, коэн не может пить вино, когда он служит в храме. А так-то он может. Нет запрета священникам пить вино. А вот Назир, он не может вообще не прикасаться, то есть не есть и не пить ничего, связанного с виноградом. Не сока, ни самих виноградом, ни вина. Все время, пока он в положении Назира. По-русски это называется Назарей, но в общем то же самое слово. Так что действительно нет смысла в этом переводе. Получается тогда, что Назир, он подобен священнику, когда священник служит в храме. Да, наверное. Несмотря на подобие между Назиром и Койном, Назир отличается от Койна в запрете стрижки. То есть Койну не запрещено стричься, а Назиру запрещено. Ему не то, что не запрещено, наоборот. У него есть обязанность стричься чаще, и чем он, так сказать, первый священник должен чаще стричься, чем обычные священники. Но для них они не должны отращивать полосу, у них запрет. То есть все наоборот. В этой точке действительно наоборот. Так что получается, он как бы бритый полностью служил, первосвященник, и без бороды? Нет, он не бритый, но он должен каждый день поддерживать там стрижку свою. По-моему, каждый день, или может, каждую неделю, каждую неделю, просто священник. Но это все зависит еще, это отдельное, калахат – это отдельный вопрос. Служат они в храме, не служат – оставим. Но я хочу просто сказать, что у них есть запрет запускать волосы. Стрижка – это знак начала культуры. А культура несет в себе определенные основы падения и низости. Назир желает вернуться к древнему первобытному состоянию и ведет себя, как Адам Аришон, перед грехом. Когда вопрос стрижки не имел к нам никакого отношения. То есть Адам, получается, тоже не стригся. И также, согласно одному из мнений наших мудрецов, древо знания, от которого съел Адам, это был виноград, это была виноградная лоза. И поэтому запрещено Назиру пить вино. И согласно этому объяснению, Назир не должен оскверняться. Оскверняться. Оскверняться нечистотой мертвого. Поскольку он хочет быть связанным с человеческой идентичностью, которая была до смерти. То есть до того, как было сказано Адаму, потому что в день, когда ты съешь от него, смертью умрешь. Нетривиальный совершенно разбор для видения Назира. Это, собственно, я первый раз. Есть какая-то ступень выше, вот эта ступень близости к Богу, которая была у Адама. И, соответственно, мы от нее далеко очень укатились. И получается, что Коин и Назир, да, они в какой-то степени поднимаются и связываются с этой ступенью. Коин, по-моему, нет в том-то видео. Он как раз здесь подчеркнул. Есть какая-то параллельность с Коином, которую Раф подчеркнул в начале. Тем не менее, дальше он уподобляет Назиру немножко другому. То есть Коин стрижется, да, у него другие причины. Они оба, у них есть какая-то тенденция связываться, представлять собой жизненность, да, жизнь. Но при этом это немного разные системы, да. Система то, что Назир не стрижется, а Коин стрижется, это показывает, что они символизируют разные вещи. Коин, может быть, символизирует храмы, как мы как-то и раньше видели, да, это нечто, какое-то, скажем, посольство будущего, грядущего мира в нашем мире, да. То есть служба в храме, это некоторые направленные вперед нечто. А то, что он рано писал в конце, это то, что Адам, то, что Назир, у него есть стремление соединиться с какой-то первичной чистотой человека, образом человека, который был до падения, до грехопадения. И это, на самом деле, не, как это сказать, всегда временно. Не то, что человек берется себе на всю жизнь. Это некоторые временные, в некоторых периодах. Вообще, говорят, в среднем говорится, что обычно Назир, то есть период это 30 дней, если он не сказал сколько. То есть на какой-то период человек берет на себя такие обязательства, как бы, может быть, можно это уподобить, окунание в миг, скажем, воссоединиться с каким-то первичным началом, а потом дальше двигаться по жизни, выйти из этого состояния. Черпать силы, может быть, из идеи первого человека. Мне так кажется. Это не такое, то есть если, это немного разные направления. Такое у меня ощущение. То есть то, что Коэн отключен от контактов со смертью, это не потому, что он поднимается на уровень Адама, когда смерти еще не было. Может быть, он хочет подняться на уровень Бен Адама. То есть того машин, грядущих времен, когда смерти уже не будет. Восьмой день, да, то, что называется? Правильно, но храм-то связан с восьмым днем. Да, интересно. Есть какие-то вопросы, дополнения? Ну, если нету, тогда, может быть, дочитаем. Тут есть последний отрывок в разделе смысла заповедей. О аскетизме, скажем так, пришут, переведем, отделенность на иврите и о любви. Пришут дырых кева, а вот это аскетизм постоянный, но не свойственным путям иудаизма. А вальбы дырых арай, ги не цехет рейти. Но временами она необходима. Наш учитель Муше, который не поднялся на ступень первого человека, который душа естественным образом соединялась с природой, мне кажется. То есть это была ступень, подобие природы и душе. Как-то так. Может быть. Пораж мне, что Альмнат и Муше, мы продолжаем это предложение, он отделился от своей жены. Альмнат шьюхаль бихоль рэга лейт набейт, чтобы каждый миг он мог принять пророчество. Ишем ши еш саканод бепришу, но так же, как есть опасности в аскетизме. Есть также опасность в том, что человек не отделяется, не берет на себя никаких отделений. в тот момент, когда это необходимо. Дерех Альмца, а средняя, золотая середина, ги Адерех Амасурит, а Амитит, в этот настоящий трениционный путь, пишу мэра Рамбам бешэм аристот. Как нам объяснял мэрмонит, делаясь на аристотеке. Бесофошель давар апрешут амитуна, ги зэ шемо вела это адавликах, шеменца дыхат гу месапеку срахэ анехэш ве абу. В конце концов, правильная отделенность, правильный аскетизм, средний такой, умеренный, это то, что приводит человека к тому, что, с одной стороны, гу удовлетворяет потребности своей души и тела, у мэцарши ми, у мэдабэк, это наш шо ле любви. С другой стороны, он может приблизить свою душу к всему сну. Бэн охавим, и в шар, полгазман, леют кшурим. Люди любящие друг друга, не могут все время быть связными. А ехадут мэханэхатуттану ле махзариюк, шел керу вариху. Иудаизм учит нас циклом приближения и отдаления. И это отдаление, которое приближает. И в частности, человек привыкали к тому, чтобы не... Не подсаживаться. Не подсаживаться ни на что. А нет такого хорошего слова как наркотикам, как привыкание к наркотикам. Привыкание. Да, это только привыкание. Нет слова эхмакры. Вы говорите просто специфическое слово эхмакры. Вот попадаются такие слова. Это удобно перевести. Да, вот как бы... А, еще не кончили, да? Ахава аметит сыхалийо тазо, шимэлумэвет и тубенэй газу. Истинная любовь должна быть такой, чтобы она поднимала партнеров. А не такой, что подчиняет их внешней, естественной шелухе, которая вниз. То есть внешним каким-то... Круг – это зависимость, мне кажется, нет? Да. А, это, ну, хорошо, хорошо. Вот я чувствую, что должно было быть слово. Спасибо. Зависимы. По ним работают, есть мин бхемиют шинвика бхешера зугинь. Иногда есть некоторое животное чувство, которое связано, приклеивается, привязывается связь между парой. И это вот, это свойство, оно требует утончения, исправления. априсшут, аматюна, умеренное отдаление, и сумшель, зерез лягава. Это нечто, что продвигает, усиливает любовь. И она создает истинную любовь. Мишом шихи, мы осыдем, это ахава, али содга идеалисты, поскольку он основывает любовь на идеалистической основе, основа основы, на основе идеализма, а не на материальной основе. И это отделение, его смысл в высшем наслаждении. в котором есть чистота связи между людьми. И очищение от этого естественной низости, которая есть в нем. То есть нужно чередовать приближение и удаление. Ну, еврейский закон, собственно, который регулирует интимную жизнь людей, он на это и построен, что он обязывает временами отдаление. отдаление. то трамбуре нужны стандартные вещи, что это отдаление, оно предназначено к тому, чтобы перенести любовь из сферы чисто материальную в духовную, и чтобы создать взаимопритяжение больше. Ну, в общем, это такая вполне понятная позиция, которая не всегда работает, как и все на свете. На самом деле, это не менее, насколько я знаю, молодежь, не всем это удается выполнение этих ограничений. Люди все разные, кому-то это ничего не стоит, а для других это тяжелое испытание. Ну, это в общем и целом, это, я думаю, позитивная вещь, как и вообще общая идея того, что иногда важно проявлять эскетизм в каких-то вещах. Ну, каждый для себя решает, каковы его рамы. Я уже как-то рассказывала, я не помню точно название этих самых хасидских течений. Один мой рабин часто говорил о том, что у них разные совершенно границы, как правильно. Одни считают, что нужно максимально или относительно много себя воздерживаться, и они все выглядят совершенно изможденными худыми, мужчин и женщины. А в другой ветре хасидизма наоборот считают, что максимально нужно получать удовольствие от жизни, и там все очень просто. Просто видно, он говорит не только по всяким другим признакам, потому что в каждой хасидской течении у них есть некоторые различия в одежде, но и по внешнему виду можно различить. Я только не помню, какие это были течения, но он очень натяжался сюда. Просто показывает, что возможны разные пути, но идея в принципе она такая, что нужно выбирать средний пункт, как нам говорит Майманин. Это слишком такой внешний подход, потому что основания тут даже логически и рационально есть. Чтобы была связь между двумя, должно быть два. Должно быть отличие одного от другого с одной стороны, а с другой стороны должно быть притяжение. Когда-то физики объясняли притяжение обменом частиц. Должно быть обмен информации какой-то, который приемлемен. Что значит когда-то это в атоме так работает связь. Когда есть различие и стройственное различие дополняет одного другого, то есть есть какой-то приемлемый обмен между двумя, тогда создается связь. Когда кто-то слишком выделяется и недоступен, тоже приводит к разрыву, или наоборот, когда слишком одинаково все так скучно становится. нет никакой интересов в этой связи. Так устроена сама природа на самом деле. Я согласна с вами, да. Природа устроена так. Но при этом бывают разные пары. Мы сами в жизни в этом убеждаемся. Бывают пары, в которых все они очень люди похожи. А бывают, что совершенно различные по интересам и по идеологии потянули. Тем не менее, там живут неплохо. Я хочу сказать, что Тара очень точно с самого начала определяет эзер каникдот. Эзер каникдот это как раз я послали вот эту мобильность. На какой степени жена должна быть каникдот или муж? Я просто хочу сказать, что мир очень разнообразен. Что бывает очень и очень каникдот. Ты смотришь и думаешь какие-то совершенно два разных мира. А иногда бывает, что они очень похожи. тем не менее, это их поддерживает, что они всюду идут вместе, занимаются вместе, и работают вместе. И все такое. По-разному бывает. Это два противоположных как бы, то есть из одной стороны эзер, а с другой каникдот. Я хочу сказать, в разных случаях они без этого бывают так. Всегда есть различия. Не может быть что-то. Один любит косинус, другой синус. Это бывает. Но позитивной ноте может быть закончим. кто-то хочет еще сказать про любовь, то позволь. Дамы и господа, мы на этом заканчиваем. Всем спасибо. Спасибо, ребята. Очень было интересно. Спасибо. Спасибо вам. До свидания.